Шалом всем любящим Господа Ишуа Амашеха и ожидающим Его пришествия. Это видео важное, и хоть оно будет не очень длинным, как мне кажется, темы острее некуда. Я зачитаю Ефесянам 6 глава, потому что наша брань не против крови и плоти. То есть наша брань не против существ с телами, но против начальств, против властей, против мероправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. То есть апостол Павел в Новом Завете утверждает, что духовная война продолжается, и кто бы что ни говорил, есть Слово Божие, которое отменить не получится. Он говорит, что ваша брань, ваша война, ваша борьба против начальств, властей и так далее. Кто это такие? Почему у нас с ними война? Как с ними происходит эта брань? Здесь не написано, что ваша брань против бесов. То есть бесы, живущие в людях, изгнание бесов, это другая немножко история. Здесь говорится о неких личностях, высокопоставленных, то есть мироправителей тьмы века сего. И в этом же послании Павел в предыдущих главах, в третьей главе пишет следующее. Мне наименьшему из всех святых дана благодать эта благовествовать язычникам неисследимое богатство Христова и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности. То есть сейчас он говорит о чем-то, что от вечности, то есть всегда было в Боге, создавшем все Иисусом Христом. То есть это не вариант Б, это не какая-то случайность, вот Адам согрешил и теперь приходится расхлебывать и как-то выправлять ситуацию. Это первоначальный, вечный Божий замысел. Вот о чем пишет апостол Павел. Тайна, сокрывавшаяся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне, то есть чтобы ныне, что-то сокрывалось для того, чтобы. Для чего? Дабы ныне соделалась известная через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья. И дальше он подчеркивает снова по предвечному, то есть что-то, что было перед вечностью, по предвечному определению, которое он исполнил в Иисусе Христе Господе нашем. То есть апостол подвел нас к такому моменту, что все происходящее, все творение, оно для того, чтобы сейчас через церковь, то есть мы в том числе, как часть Екклесии, соделать известной начальством и властям, вот эти начальства и власти, три главы позже апостол Павел говорит, у нас брань с начальствами и властями. Я залазил, проверял, это одни и те же начальства и власти, о которых апостол упоминает в этом послании несколько раз. Я имею в виду греческие все эти словечки, чтобы не было там разночтения. Он говорит, чтобы через нас Божья премудрость стала известна начальством и властям на небесах. Отсутствие понимания того, почему это так важно, что это легло в основу замысла вечного, предвечного Божьего, отсутствие понимания этого приводит к непониманию вообще миссии, предназначения церкви, Екклесии, не в масштабах временного. Да, в масштабах временного мы прекрасно знаем там проповедовать Евангелие, приводить гречников ко Христу, вот все это вы знаете. Но когда-то закончится временное и останется вечное навсегда, что мы будем там делать? Для чего мы здесь сейчас во временном, вот об этом апостол и пишет. Не о временных функциях Екклесии церкви, а о вечных функциях и о вечном предназначении церкви. А оно в следующем, чтобы через нее Божья премудрость стала известна начальством и властям. Я эту тему копаю очень давно, когда в первый раз услышал об этом у Артура Каца в его книге про, если я не ошибаюсь, апостольское посвящение или апостольские основания церкви где-то там, и спрашивал многократно служителей, опытных, зрелых, по 50 лет в служении, не могут дать ответа, не могут объяснить, о чем Павел говорил и почему об этом сегодня так мало или вообще нет в церкви понимания. Но в этом видео я не собираюсь в эту тему нырять, она слишком глубокая, без акваланга можно там и захлебнуться. Но скажу вот пару таких вот нюансов. Сегодня идет, ну, такая полномасштабные боевые действия. Мы живем в Крыму рядом с этим. Периодически какие-то сюда прилетают тоже заряды, снаряды, происходят взрывы. Братья и сестры наши с Белгорода тоже постоянно слышат, видят с балконов. Люди на Украине, я вообще молчу, там это уже в порядке вещей целый год происходит. И вот идет война, физическая война, кровопролитная вот эта вот военная операция, война. Как ни назовите, это сути не поменяет. И за этим всем происходит Божья работа. Происходит суд Божий над начальствами и властями, о которых мы прочитали в послании Екифесяна. Божья премудрость, которая сражает на повал эти начальства и власти. Что же это за начальства и власти? О них Павел пишет и в других посланиях. Мы люди, мы существа корпоративные. Вы заметили, нехорошо быть человеку одному. Мало кто может жить один без социума. Почему социальные сети так выстрелили, так взлетели? Потому что люди социально сотворенные существа. Людям, у них есть потребность делиться с другими. Зачем мне какие-то удовольствия, богатства, в каких-то местах быть, если я не могу с этим поделиться, этим поделиться с другими. Поэтому все эти инстаграмы, контакты, фейсбуки, они взлетели до небес. Потому что люди хотят показывать другим себя. То есть, вот, конечно, там есть и эгоизм, и все это понятно. Здесь не вопрос хорошо-плохо, здесь вопрос о сути. Люди корпоративные существа, поэтому у нас есть корпоративный образ мысли, образ сознания, вкусы пристрастия. То есть, тенденции, моды, веяния. То есть, мы не существуем автономно друг от друга, хоть так и кажется. Люди, живущие на одной территории, они в одном духе, так скажем, одним миром мазаны, в одном образе мышления находятся. И вот в этом все появляются люди верующие, рожденные свыше, которые начинают мыслить по-другому, реагировать по-другому, вести себя по-другому, воспринимать все по-другому. Это наша функция. Так вот, начальства и власти, о которых мы читаем, с которыми у нас брань, которым должна сделаться через нас известная Божья премудрость, они не где-то там, где-то там, в космосе, на Венере, на Юпитере, в каком-то созвездии, там, гончих псов. Они в нас. Мы в них. Начальство и власти — это структура духовного мира, которая позволяет людям жить и всему материальному существовать. Так устроил Господь. Читайте слово, изучайте, вы сами это все увидите. Поэтому этот суд над ними происходит не там, где-то, мы не пуляем туда, мы сами поле боя и вот этот вот зал судебных заседаний. В нас, в наших народах сегодня, Украина, Россия, Белоруссия и все близлежащее, Бог судит эти начальства и власти. И мы видим, что сегодня в народах вылазят эти змеи, эти драконы, эти монстры, начинают шипеть, жаждать крови, убивать, ненавидеть, мстить, ярость, гнев. Все это проявление начальств и властей. Эти военные события сегодня высвободили проявление этих начальств и властей в людях. Поэтому мы, рожденные свыше верующие, мы не исключение, мы не живем на другой планете. Ишуа сказал, не молю, чтобы ты забрал их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Мы намеренно помещены в гущу вот этого зла, тьмы, грязи, демонического вот этого всего проявления, чтобы через нас соделалась известной этим начальствам и властям Божья премудрость. Потому что у начальств и властей века всего есть своя мудрость, о ней Павел тоже пишет. И люди живут этой мудростью. Эти начальства и власти в мышлении людей существуют, двигаются, получают что-то от людей, дают что-то людям. И когда вот здесь мы, как часть этого общества, мы родились в определенном обществе, в определенное время, в определенном бытие, в определенном сознании, когда мы начинаем мыслить иначе, реагировать иначе, вместо ненависти любить, вместо злости прощать, то есть мы начинаем являть Христа, как Он себя вел, демонические начальства и власти в этот момент подвергаются Божьему суду. Для чего это нужно? Опять же, это глубокая тема. Я просто по верхам сейчас хочу показать, что мы не воюем с другими людьми, с другими народами, что наша брань не против людей, наций и народов, наша брань против начальства и властей, которые в этих народах и в нас в том числе, и в нашем народе в том числе. Я уже как-то говорил, что людям с Украины надо начинать разбираться с демоническими духами в своем народе, а людям из России разбираться с демоническими духами в России. И когда мы начнем побеждать эти начальства и власти в своей земле, и боевые действия в физическом мире начнут сходить на нет очень быстро, потому что тогда произойдет суд. А пока мы, истребляя начальства и власти вдруг в друге, россияне молятся против демонических духов на Украине, украинцы молятся против демонических духов в России. Вот ничего не закончится. Война, боевые действия, как хотите называйте, будет продолжаться и гибнуть, будут люди, течь кровь. Вот в чем Божья премудрость. Когда мы начинаем в себе, поймем это и начнем побеждать в себе, когда в мне поднимается злость, ненависть, ярость, и я побеждаю ее в этот момент любовью, милостью, прощением, принятием, демонические начальства и власти терпят крах. Когда все говорит о мне, проклини эту жизнь, проклини это общество, проклини эту власть, проклини эту страну, а я вместо этого благословляю, демонические начальства и власти подвергаются суду. Вспоминайте Иова, вспоминайте Иисуса Христа. Вот такое вот послание, дорогие друзья. Война здесь и сейчас. Война в нас, в нас, в мышлении, в том, как мы реагируем, в том, как мы все воспринимаем происходящее, в том, что мы высвобождаем в ответ. В этом все и заключена брань с начальством и властями. И сегодня очень многие и в России, и в Украине, и в других странах побеждают начальство и власти. Мое сердце радуется, ликует, потому что я вижу, как намного больше стало побеждающих, чем было в спокойные времена. Эти времена суда всколыхнули, всковорнули и выдавили эти начальства и власти из людей проявляться. И в этот момент они подвергаются Божьему вечному суду. И совершается его премудрость. Безусловно, до конца Божий замысел мы еще будем познавать и познавать, и, возможно, осознаем его только в вечности. Но отчасти уже нам много чего открыто. Всем вам шалом, из Крыма идем дальше. Аминь.